Десятого июня в Рязанском цирке стартовали гастроли нового грандиозного шоу Гии Эрация 5 континентов. Это беспрецедентный проект, незабываемое зрелище, все цирковые жанры, титулованные артисты Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра Королевский цирк – шоу поистине мирового уровня. В программе задействованы более ста артистов, невероятное разнообразие животных, огромное количество эксклюзивных костюмов и тонны декораций, авторская музыка и профессиональное световое оснащение. И сегодня в гостях у нашей телекомпании артисты программы. Обладательница титула принцессы российского цирка, воздушная гимнастка, артистка великолепного номера хула-хуп на зеркальном шаре, неповторимая Татьяна Махортова. И обладатель почетного звания дрессировщик года, заслуженный артист России, дрессировщик хищников Андрей Широкалов. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Андрей. Очень рада видеть вас в нашей студии. Безусловно, вопросов очень много. Начнем по порядку. И прежде всего хотелось бы поговорить о вашей программе в целом. Две недели уже рязанцев радует шоу «Пять континентов». Названия многообещающие, масса ярких номеров, титулованные артисты, чему и вы подтверждение. Вот расскажите об основных особенностях, почему каждый рязанец просто обязан посетить вашу программу. На данный момент времени в компании «Росгусцирк» это самая яркая, самая масштабная, самая красочная программа в России. То есть все зрители, которые приходят к нам на программу, тому подтверждение. Все отзывы, которые мы получаем от зрителей, от тех же служб города, от служб цирка, тому подтверждение, что не видели они еще лучше программы, чем та программа, которая приехала к вам в город. Плюс хочется сказать, что это частный проект «Ги Радзе». То есть это его детище, созданное на его деньги, с его душой, его талантом. И, конечно же, он уже, чувствуя за собой вот такую ответственность, все-таки бренд «Ги Радзе» – это уже международный бренд. Конечно же, он не дает никаких просадок. Всегда каждое шоу проходит на высочайшем уровне. За нами следят, нас контролируют. И, ну, чтобы ни один человек, который пришел, заплатил деньги и посетил наше шоу, не вышел и разочарованным. Хотелось бы сказать, что шоу «Ги Радзе» – это всегда животные. Обязательно. И, может быть, для наших телезрителей, которые еще не успели побывать на представлении, расскажем, кого они увидят на арене в этот раз. Огромное, огромное количество животных. Даже среди коллективов «Ги Радзе» мы самое насыщенное именно животными. Такой уклон, нас упор на них. Это лошади с семи пород. Это верблюды пресмыкающие, птицы, медведи, тигры, пантеры, леопарды, бизоны. Кто еще у нас есть? Всех перечислил? Всех. Тех, кто работает, всех. Потому что у нас еще в запасе очень много номеров, которые мы репетируем. Параллельно с тем, что идет программа, у нас еще в запасе есть очень много номеров, которые готовятся к выходу в манеж. Это на перспективу, что в будущем тоже программа обещает много интересного. И не отходя от тем животных, Андрей, к вам вопрос. Не секрет, что многие зрители идут именно на хищников. У вас один из самых впечатляющих, опасных номеров. Чем же вас привлекли хищные кошки? Как вы вообще пришли к своей профессии? Это мое. Видимо, каждый человек рождается в душе с привязанностью к какому-то именно животному. Поэтому, как для меня, я не видел и не вижу себя никогда с медведями, с бизонами, с кем угодно, с собаками. Мое, я такой ярко выраженный кошатник. И причем даже среди кошачьих есть те животные, которые именно твои. Это именно пантеры, леопарды и тигры. Как эксперимент мы взяли сейчас, нам подарили лигров. Это гибрид тигра и льва. Ну вот, казалось бы, тоже кошки и кошки. Но не мое. И вроде бы их как любишь, но работать с ними не так интересно. В моем понимании, идеал, что ли, кошачьей грации, вот именно вот этой вот, это пантера, леопард и тигр. И при этом все равно, пантера, леопард и тигры, это совершенно разные виды, с разными абсолютно характерами. И в то же время, вы их сумели на одной арене, в одном номере каким-то образом совместить. Спасибо, что заметили это. Это действительно является нашей такой основной фишкой. Тем самым моментом, который позволил нам выделиться. То есть вот на сегодняшний день можно там в мире десятки, а то и сотню найти аттракционов именно с тиграми, либо с львами. Но именно вот такого, вот такой смешанной группы хищников, ее ни у кого нет. И, ну, это не совсем, как бы, наша заслуга. Когда мы только начинали с Натальей, наш наставник, ее крестный отец, Мстислав Михайлович Запашный, ныне ушедший от нас, это, ну, вот такая глыба, что ли, в дрессуре в отечественной. Вот он сказал, ну, мы долго к этому шли, будем делать аттракцион, будем делать. Он говорит, ну, да, хорошо, давайте будем делать, я помогу, но готовьтесь, Запашный, как у всех, делать не будет. Будет тяжело. Действительно, это было три года напряженного труда, нервов, слез, чего только не было. Но вот результат, как бы, себя оправдал. На сегодняшний день мы единственные обладатели десяти международных цирковых наград высших. Мы единственные с таким аттракционом. И вот сейчас мы мысленно ему там говорим спасибо за то, что он терпел наши истерики, наше, не знаю, там, желание опустить руку. Все-таки он добил нас. И, ну, вот, благодаря этому мы есть теми, кто сейчас есть. Татьяна, к вам теперь вопрос. Вы одна из первых участниц Королевского цирка. Как вам удалось попасть в этот коллектив? Расскажите, с чего это все началось? Ну, коллектив был не этот, а еще, когда только зарождался Королевский цирк, это глобальное такое название, в котором сейчас существует четыре коллектива Ги-Радзе. Первый собирался, мы еще даже совершенно не знали, как будет называться наш коллектив, коллектива еще не было, был аттракцион с экзотическими животными. Так он, собственно говоря, и назывался. Там было ламы, две ламы, верблюд, пони, четыре собачки, голуби, змеи. То есть вот такой вот небольшой аттракцион по нынешним меркам, нынешним масштабам. Ну и то, это была экзотика на тот момент. Это все-таки увидеть близко верблюда, девочки, вот мне, которая пришла со спорта в цирк танцевать в балете. Это вот первые шаги, которым увидеть вблизи верблюда, собственно говоря, это было что-то с чем. То есть это было совсем небольшое количество видов животных, и насколько это все сейчас разрослось, на четыре огромных программы, все, которые взаимозаменяемые, все не менее интересные. Невозможно сказать одна, какая ярче, какая интересней, потому что все программы насыщены яркими животными, которые ты не встретишь в быту и в жизни. Также хочу сказать и про артистов, собственно говоря, тоже в каждой программе штат артистов оригинальных жанров. Они у нас все заслуженные артисты, все артисты, лауреаты и обладатели международных каких-то конкурсов. Вот в нашей, в данной нашей программе работает силовая пара братья Варданян, Андроник и Геворг. Они победители конкурса «Минуты славы», международный конкурс. Джигиты, девочки, акробатки на лошадях, они взяли самую высшую цирковую награду, это золотой клоун Монте-Карло. Все остальные артисты, перед вами принцесса сидит в цирке. То есть у нас каждый артист, который даже оригинальный жанров, он даже не просто золотой артист высшей пробы. То есть мы перешли вот от... И я еще раз вернусь к вашим вопросам. То есть когда начинали, был только уклон на экзотических животных небольших и оформление балет. То есть как таковых оригинальных номеров еще не было. То есть было просто оформление балета и основной упор на животных. Сейчас это разрослось до невероятных масштабов, которые надо обязательно посмотреть. Всем рязанцам. Конечно, это чувствуется вообще в каждом движении, в каждом шаге, в каждой детали костюма и всего в вашем шоу. И при этом не могу, как девушка, прежде всего, не отметить вашу великолепную физическую форму. Каким образом поддерживаете ее? Ежедневно мы репетируем. Вот сегодня мы к вам приехали в студию. До этого мы уже... Ну, лично я сейчас про себя скажу. Я уже отрепетировала. Сейчас у нас небольшой перерыв. Мы к вам приехали. И вечером у нас еще одна репетиция. То есть это каждый день. Да, выходной у нас есть, понедельник. Но это обычный день, который уходит на какие-то бытовые вопросы, решения. То есть мы не на пляже лежим за горами. Труд, я понимаю, что больше никаким образом. То есть если в голове ты решил, хочу стать артистом, надо это поддерживать только физическим занятием. Только так, как больше. И не раз упомянули мы с вами титулованность артистов. Вот, Андрей, вы сказали о том, что ваш номер является обладателем множества наград. Какая из них самая важная? И чего она вам стоила? Они все по-своему важны. Потому как они все давались огромными нервами, какими-то трудозатратами. Ни одна из них вот просто так вот с неба не упала. Ну, может быть... Да нет. Пытаюсь вспомнить, но на каждом фестивале было что-то, чем вот чем эта награда запомнилась. И вот мы прекрасно помним. Там стоит статуэтка. Тут вот нас чуть не убили. А там вот это вот стоит. Мы поехали в Париж на фестиваль, и нас не пускали поляки. Мы 11 дней, 11 дней простояли в поле вот на ничейной территории. Мы не могли вернуться в Россию и не могли в Евросоюз заехать. И доходило уже до того, что поляки приезжали, ветеринарные службы из зоопарка какие-то. И они уже считали наших животных, и они уже там записывали. Разговор шел о конфискации животных. И мы сидели там и днями, и ночами, потому что водитель наемный. А я сидел там с топором, потому что... Охранять. Да, попробуй, попробуй, забери. Потом на всемирном фестивале у нас есть такой предмет, называется летающий перш. На нем пантера поднималась под купол и опускалась обратно. И когда этот перш убрали обратно под купол, он каким-то мистическим образом отцепился и, наверное, в полуметре от Наташи с высоты 18 метров бабахнулся. Ну вот как ее назвать? Важная мне эта награда или неважная? И вот у каждой награды есть какой-то привкус перца, что ли, нет такого, что ты там просто приехал и кайфанул, и тебе там дали ее, и ты такой в эйфории. Нет. А может быть самая запоминающаяся первая была награда? Нет? Какой-то приз такой, что последующие уже пошли, да, есть, да, в копилочку, да, хорошо. Это вот всемирный был. А первая, наверное, самая такая запоминающаяся. Когда вот этот перш упал и... А вдобавок еще и была ситуация. Да, и мы просто были в шоке, что там 50 сантиметров, и Натальи Ивановны бы не было сейчас. Ну, судьба, значит, надо продолжать. Все хорошо. А у вас, вы принцессой цирка, как стали? Конкурс выиграла. Опять-таки, это труд. Сейчас в данной программе я работаю, если, может быть, вы видели, нет, еще успели, нет, сходить. Хула-хупы на зеркальном шаре. В туфельках особенность моя, получается, я работаю. А принцесса цирка у меня была с другим жанром, с воздушной полотной. Воздушная гимнастка еще параллельно, то есть в цирке это у нас все универсальные артисты, универсальные бойцы, у нас все артисты могут работать несколько жанров. Вот как я уже говорила, мы работаем на данный момент одну программу, но параллельно у нас еще идет работа с другими номерами, с другими жанрами мы репетируем. И вот принцесса цирка, это было воздушная полотна, воздушная гимнастика, конкурс 2011 год. В любом случае шоу «Пять континентов», если вы, наши дорогие телезрители, еще не успели посмотреть, это главное событие лета в нашем городе. Очень рекомендую. Вам спасибо большое за то, что нашли время в своем полотном графике и пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо и вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова